что друзья товарищи дамы господа дети и совсем старые люди всем еще раз добрый вечер на дворе 10 марта у нас у нас на дворе даст вторая карта furious fly series финал фаска под номером 1 резня полным ходом тут тут нарисовывается что-то пытался посмотрел шнурки завязаны или нет пока смотрел зарезали зарезали сделал то назик и казахи у нас выигрывается пик на своем же пике на любимой казахской солнечной песочной тепленькой карте даст и будут они выбирать сторону в общем брата не атаку но довольно таки интересно но свой пик атака общем постараются наверное какие-то страты реализовать именно в первой половине набрать то что смогут да во второй уже тихонечко добивать нужно и попытаются выиграть этот финал ну что касается команды из уфы более как вы ему стрелять больно по голове ужасно просто винят друг друга в проигранном на живом раунде тиммейты из ингпроф раз за разом просто голова шот за голова шотом летел так вот что касается уфимцев из ингпроф им конечно проиграв свой пик теперь нужно будет с удвоенной силой попытаться отжимать чужую карту а потом еще переходить к десайдер инферно к 3 ну казалось бы невыполнимая задача но в общем глаза боятся руки делают первый пистолетный раунд на второй карте на наших с вами экранах на наших с вами год на наших с вами глазах веки на наших с вами экранах первый пистолетный раунд ну и смотрим что на него придумает атака все в принципе довольно таки быстро здесь случается прочекал дэв пробегая на точку b неожиданно что трое идут по меду за это не поплатились отстрелили одного на дамаж или интроила сильно он ретировался с этой позиции но в общем то все позиции как были перекрыты так они и перекрыты а казахская атака разваливается на запчасти просто-напросто как исторический запорожец ну не знаю не знаю каково решение удачное или неудачное пойти на мид скорее всего это ошибочное решение играя против длиннострельных очень удобных юспов с глоками врываться тем более таким мясным трио на мидл хороняя друг друга ну вот просто выстраивается в цепочку друг за другом с глока типа тебе стрелять тиммейт ты не можешь отстрелить своего соперника и стоит просто-напросто один юсп который во первых вас всех зачекал во вторых поставил отличную голову говорю от интро или по-моему это он был это не он был ну кто-то короче пробегал и еще сильно дамажили ну и все от это все сплясало ну закупите дым но закупите флешку если вы идете на этот мид ну положите на мясной ящик но пробегите этот шорт если вы решаете играть а нет ничего не было на какую-то непонятную дачу понадеялись казахи ну и в общем то за это были жестоко и очень больно и неприятно наказаны пистолетный раунд проигрывает естественно force во втором ну денег естественно хватает только лишь кого не как точнее у тех кто никого не убил на тег с первым армором двое позволяют себя теги с тяжелыми ну и смотрим что буду делать опять-таки какое-то непонятное внимание меда крадется у нас science на лонг пока развлекаются его мэйт на меду ну и кстати его позиция играет сам состреливают у нас человек на точке а дает по голове второму прожимает ее в одно лицо и сейчас многое зависит от снепса он ловит перетяжки вплотную в клоузе изи просто со вторым нет со вторым уже не расправляется увидел девайс глаза разбежались пока его надо перезарядить боже p90 у меня в руках да что же за чудо во втором раунде как все круто я еще чувака убил и вот на этом морозе его просто-напросто забирают хотя если бы дожил то был бы полегче на самом деле остаются два пистолета дигал у нас попытается отстрелить short ложится вот снепс снепс на воротах если бы выжил все зависело именно от него а так он профи берут второй раунд и довольно таки в прикольном стиле диффузит бомбу но при этом что можно отметить казахи молодцы убили они трех оппонентов потратили конечно все деньги на все это дело но тем не менее обрушили экономику сразу трем если сейчас они решатся все-таки выиграть этот третий раунд то экономика у их оппонент фляжет и в общем в общем то случится все то же самое что случилось на чужой карте на карте inferno с командой он проф выиграв пистолетный второй на третьем скуксили кстати довольно часто происходят такие ситуации вот автодиректор вообще лох какой-то вот я переключился сам на хэра почему не показывает все человечески люман у нас разобрался mp9 на лонге пока я все вам это дело рассказывал ну и план капкану раха брат не получился решили они просто зафастить лонг под одну флешечку ворвались и нарвались на засаду сразу из трех полный девайсный раунд от казахов своя карта выбор стороны на своей карте тоже был за ними в общем-то пора бы уже приступать к тому чтобы начать показывать какие-то вменяемые раунды несмотря на то что коллектив имеет вас к дыма но опять-таки засаду с дымом высекают 1 и df развалится на запчасти теперь уже 2 по 90 фамас у нас причем стоит на точке а не шевелится на точке б точнее здесь по 90 шарта работать довольно сложно будет прожим в 50 патронов абсолютно ни к чему не приведет что бог знает только лишь куда они летят надо было как-то по три по четыре стрелять по голове но сами понимаете что это тоже нереально и остается последний у шика этот самый p90 диффузы армор шлем против четверых да я бы не сказал что фармящий девайс плюс 300 он только им шут и только лишь ему долларов приносит такое себе удовольствие но зато теряет очень много и 1 казахи берут берут его в первом девайс нам так ну и смотрим смотрим и что будет происходить муха у люмана этой мухой пытается он в прыжке забрать кого-то на лонге в принципе голову то видел вчера я уже парочку-троечку от крика таких джам шотов чем он нам продемонстрировал такие джам шоты они точно цель приходили по головам здесь как-то вот с мухой покажет не очень хотя не кусает но лает это самая муха затормаживает а нас так идущий по лонгу дает время тиммейтом обернуться на шорты в принципе этого времени довольно таки достаточно было для он проф они воспользовались стак шорта отстрелили осталось разобраться чуваком который никуда не пошел со своей команды играла спина вовы от назик ну и одинок одинок как айсберг в океане выплывает на точку b на хране бомбы у нас находится один уже подходит к нему 2 из унк проф есть шансы максимально малые у назика в принципе просто перемещается по карте чтобы кровь не застаивалась может быть кого-то еще острее потому что оглядки у него на экономике абсолютно никакой нет экономика позволяет закупиться казахом следующем раунде и так погулял погулял умер 41 он проф на чужом пике начинает наращивать преимущество ну кстати вот тут неплохой плохой спаун был под точку бы это еще и денег не особо решили втроем закупить таки без арморов у нас мы сайенс и снапс от 2 калашниковых тяжелой арморы и раскидку интересно даже что в этом раунде покажут они под вот такую вот селёдочку с водочкой должны по идее мобильные теки ворваться но и до решили вообще абсолютно все играть мид тубе и в принципе это решение абсолютно верное даже таки здесь на удочку не понадобились не запускают их вперед просто-напросто выходят по калашниковым дым под флешку и раз комбинили они мид точку б убили остаются вдвоем стак точки а и уже можно на самом деле не здесь последних сил убивался спрыгнул шарта зашел в мид был то хер хер частенько он остается последним полезности коэффициент полезности у него не зашкаливает на самом деле когда он остается один да и тиммейта частенько его оставляют уже в ситуации когда все решено 4 2 казахи берут второй раунд плохой бай но тем не менее хороший раунд очень медленно играли предыдущие до этого девайсные предыдущие до этого не девайсные тоже были медленные местами без идейные но тем не менее продемонстрировали на шестом раунде выход на мид довольно таки положительный для себя теперь же проблемы по деньгам у он проф возникают но тем не менее это не мешает им из диглецких отстреливать своих понят в заход у нас на точку а через шорт никто этому не мешает вот только дигл стоящий на лонге изменялся еще один в один с юспа торг 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 маленький комарик такой став просто-напросто в спинку кусал 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 но что-то не сильно закусал смотрим из ретейком 2 в 2 находит став калашников вот теперь уже будет пожёстче жесткая позиция у сайнса жесткая позиция у мэда поставили бомбу под лонг попробую их выковыри с этого самого лонга но вот несется во все оружие тройл и скорее всего что за неимением диффузов уже просто-напросто затормозиться тормозится и будут сэйвить два калашникова делает бомба и взрывать так мы смотрим выравнивают потихонечку казахи ситуацию на своем же пике я думаю что ну как по мне как по мне все таки за атаку на дасте чуточку сложнее здесь играть тем более что но он про коллективу и как по мне выбрали именно сильную точнее именно слабую сторону казахи дабы на ней уже отмучаться в первой половине а дальше добирать все недобранное думаю что вот с разбором именно дефа на своем же пике у них все неплохо хотя опять-таки повторюсь два сэнды на в этом коллективе где они мэтт и мэтт и вот с карты даст у них дела идут похуже чем заметно похуже хотя опять-таки будем по итогу это дело анализировать втроем втроем остались раха братцы за контроле они лонг стоят ждут активных действий от дефа дефа их не происходит апачи вот он вышел человек посмотреть дым почему так долго никто не проходит никто не топает почему ничего не кидают на просвет вот только теперь прилетает флешка но стак ланга ретируется у нас с этой позиции уже по инфе назик будут наверное идти по точку б аккуратненько назик единственный кто на дамаженный в оставшийся троицы зайдет на точку b и его задача здесь по крайней мере дать достоверную информацию ну и надо же на дамажит своего оппонента если не убить а мы видим что на точке бы абсолютно никого нет первый кто стоит от b это позиция на зайчики вот находится вот на убивается из постановка бомбы и в принципе здесь раунд должен уходить раха брат команде раха брат так происходит но тем не менее тройл борется борется остается против немобильного айка прекрасно это все понимает одну флешку накидывает вторую накидывает туда же и зачем-то зашифтил видимо решил обмануть но теперь только что единственная века по этому таймингу ушел ушел в ворота и дорабатывает мы от своего понять чему безмерно рад не зашел у него первый зум 2 зум но с третьего разобрался очень четко ну в кавычках если не заметить я два шота которые в никуда ушли 44 промежуточная ничья казахи к ней приходят и экономика профил придется им играть сливной раунд но по обыкновению своему есть дига луэн тройла five seven пистолетами хорошо врывается шарта какой шикарный тайминг ловит абсолютно его здесь не ждали но благо что казахи по одному на мид не ходят разменивать моментально и очень быстро ну и дигзаг открыт . открыта все абсолютно понятно двоих похоронили именно на этой позиции именно эти люди эту точку и охраняли ну и смотрим что оставшиеся сделают став пятки находит калаш дропает его своему тиммейту что пойдут до последнего за найзиком ну не должны не должны уже и уйти не дадут control 1 на спрей второго еще третий есть коробки с дигла попадает хорошо какой молодец и мог даже еще и снайпер команда стрелить ну если не раунд забрать то масса удовольствия уж точно получить но троих он похоронил просто-напросто шикарно не имея никакого абсолютно армора только лишь подобранный трофейный калашников два спрейдауна и и галшот в голову все было круто я 4 5 4 казахи повели первый раз по моему в этой игре до первый раз выходят они вперед потихонечку по крайней мере психологически психическое моральное какое-то свое состояние должен выравнивать на что но как всегда директор показывает через скилл оказал все-таки нам шот люмана врыв нас под точку б здесь разбирается херк кто-ди ночный одиночные не санкционирование проникновение на плент b было по трем фронтам решили зафорсить в этом раунде казахи ну и в общем то все бы сработало если бы каждый из контактов один в один на самом деле нигде укрепления у дефа тоже не было они стояли четко в линию тавик последний это был снэпс не зашло у него со стрельбой счет становится 55 ну в общем план довольно таки неплохой был но вот стрельба нигде не по какой позиции не зашла друзья я хочу вам еще раз напомнить кто собирается кто не собирается но завтра будет на фаска под номером 2 19 на ленту москве первая игра 1830 потому же сам московскому времени минскому недавних пор онлайн жеребьевка если кто-то желает то в чате наш замечательный модератор чата айсау или ау-зу как-то по-французски не знаю в общем птиц по-русски спамят вам ссылочками где эту самую регистрацию можно пройти но если хотите просто посмотреть какие-то девайсы выиграть от нашего партнера то тоже велкам 19 по москве розыгрыши будут на этом канале такие вот дела пока у нас 55 промежуточная ничья казахи решили еще один феерический раунд по меду через дым и флешку сыграть но единственное что это все дело не удалось ну и теперь здесь придется как-то мэду и снэпсу дорабатывать мэду уже хоронят на мясном за иксонный снэпс последний это чё за кап это furios fly sirius fast cup такие капы будут проходить каждую в каждый вторник и пятницу до конца марта затем будет небольшая пауза и будет турнир с большим призовым честно скажу что намного превышающим призовой фаскапов вот так что ну и с количеством участникам также превышающим я надеюсь что в разы пока питаемся фаскапами до конца марта так ну и в акраунд в акраунт загнали своих оппонентов уфим циунг проф уникальные профессионалы и этот самый раунд решают казахи провести по точку б и только лишь одну позицию за иксом става не могут они высить ценой троих тиммейтов добирают но добрали все-таки дым и надо ставить бомбу это была задача максимум но не срослось как же было сложно казахам выковырить одного человека из икса был достав позже это просто беда это просто беда какая-то еще один сливной раунд ну казахи терзают экономику своих оппонентов все-таки в надежде но и сейчас бомбу поставят все будет у них очень хорошо просто очень хорошо решает me to be вышел первый потерялся второй не потерялся третий не потерялся решают выходить ли до конца мид дыма у них не остается закинуть чтобы и засмочить сити спауна которому нас как раз таки хэр находится поэтому запрыгивают шорт ну и по самой кратчайшей дистанции попытаются просочиться на точку а нет нет не пойдут на точку б все правильно поняли опять-таки преграды в лице става который является столбом точки б ну 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 став молодец на самом деле вот просто человек железобетонный столб в одном лице как человек пароход только человек железобетонный столб застанил отлично всех заходящих единственное что вот тиммейты совсем не поверили в инфу или бежали очень медленно и допустили постановку бомбы это было самое важное чего не нужно было допустить в этом раунде профан дабы не иметь проблем следующем чтобы был неполноценный боевых оппонентов но тем не менее нет пусть и просто ну и на и шикарнейший еще и бутерброды с икрой можно здесь позволить казахам последний раунд первой половины мы смотрим последние два раунда первой половины будут они проводиться на полноценных баях теми и другими так что квинтэссенция силы скажем так никто не будет бедствовать так ну зажим точки а довольно таки стандартный причем на первом тайминге прожали лонг древняя традиция потеряв тиммейтов ретироваться с точки ну и в принципе здесь надо делать выбор одно из двух либо фейковать либо действительно уходить на бену вот тайминг проход на б уже профукали а вот назик делает чудеса на меду и если бы чувак слонга действительно на же побежал бы в тёмку то сейчас уже из заход на плент бэбы был но назик не преклонен он коронит одного за одним на меду только непонятно зачем он проф и теряют своих тиммейтов зачем они идут проконтролить инфу и так все было плохо от назик уже минус 3 в этом раунде ну и где стоит последний должно казахам быть абсолютно понятно потому что остается став который просто закусал их на точке б и не дает им спокойно жить если придумают они все-таки идти на этот плент все погонили назик смотрит именно так куда нужно понимает где находится став но оставу здесь ничего не остается как проживать этот раунд просто феерическом сейве еще раз все ты опачки нашел нашел на не поверил что он там проконтролил отвернулся став даже в такой ситуации свою точку бы никому не отдаст просто до последнего и будет охранять пофиг что бомба на точку б я вам не отдам рост с корнями в сот раз вам напомню завтра друзья фаскап на 19.00 по москве фаскапа номером 2 если кто-то хочет поучаствовать проходите регистрацию в каком слэш и фсириас именно в этом паблике будут денежные призы добавлены и к взносам 100 рублей из команды от участников общий призовой фонд если наберется восемь команд это максимальное количество участников которые будет на скопе то составит две тысячи рублей ну соответственно если 7 то 1906 но я думаю что этого не будешь наберется у нас восемь и полторы тысячи за первое место 500 рублей за второе то же самое происходит и сейчас абсолютно зеркальные турнирчики такие будут происходить до конца марта каждую неделю по вторникам и по пятницам отыгра в пятницу мы уйдем с вами отдыхать на выходные может быть где-нибудь концу марта сделаем уикенд кап какой-нибудь воскресенье допустим или в субботу еще добавочный если народ будет жаждеть но это дела уже будущего пока у нас казахи в последнем раунде потерялись в общем как начинали так и заканчивают в первом раунде пошли без мака на мид и в последнем раунде пошли без мака на мид и и к этому и к пистолетному раунду онк профи были почему-то готовы как будто бы с рождения даже без потерь clean and easy 96 на чужом пике он профи забирают первую сторону ну и посмотрим что у нас будет происходить я думаю что тот минимум который себя задумали раха брата не взяли и как мне кажется они выбрали именно сложную себя сторону хотя я могу ошибаться и и здесь абсолютно будет неважно как будет проходить вторая половина проиграют они ее или изи выиграют имея я ввиду раха брат могло случиться все что угодно они могли выбрать для себя сильную сторону но не пошло хотя ничего такого сверх естественная на их пике имиджи на имиджи выбранной атаки абсолютно не видел то есть довольно таки стандартная игра иногда даже ну ниже ниже среднего с чем-то связано связано скорее всего с тем что присутствует два стенды на в этом коллективе на сегодня принципе вчера по моему у них стенды был один вот поэтому каким-то образом пинить что нет на шифровок и комбин я думаю здесь их не стоит посмотрим как себя он проф проявят первую очередь в атаке как проявят они себя в атаке к это у нас паузы она затягивается они же не прожимают рейди крошка ты стрима к 2011-20 чувак эти удивлю и до сих пор иногда это делаю но и стриме назовем то так и комментирую если попросят да-да чувак мы встретились ей и вспомнил меня я тебя мы друг другу рады крайне мере я тебя так на джать рейди что-то у кого-то не так именно словечки пошли хорошие в чат что-то случилось рейди прожал назик и после этого после этого больше ничего а вот лагает у типа пишет нам r ну ждем типа по у которого ждет у которого лагает ждем ждем типа у которого лагает которого лагает типа ждем я озорной все действительно начал тупить там ребутят коп ну кей дело такое а а и а и и А я вам пока компьютер нарисую с клавиатурой и с монитором. Что вообще делать? Всю какую-то полезную информацию я вам выдал. Еще раз могу повторить ее. Вот примерно такой. У тебя перед глазами рисунок, у которого крашится комп. Именно его мы и ждем. Стоп, компьютер. Там мышки нет, там мышку забыли. Теперь полная картина. У мониторок от подставки нет, странно. Он на стене висит. Нормальных людей моники на стене висят. Норм? Нравится? Покупайте. 70 косарей. О начинке расскажу позже. Клава чисто под КС заточена. Для сына-фрезеровщика делал нас показ. Ой, какая-то некрасивая мышка получилась. Что-то она напоминает мне. Ну, примерно. Что я еще умею рисовать, друзья мои? Что я не умею? Я в детстве, знаете, какие у меня рисунки были? Вы не поверите. Что я рисовал лучше всего? Я рисовал мертвецов лучше всего почему-то. Я могу нарисовать то, что я рисовал в детстве. Я просто, вот разбудите меня, скажите, окрошка, нарисуй мертвеца. Изи. Просто изи. Такие штуки могут. Красиво? Очки жесткие. Вообще, по-моему, красота. Девушка мечты. Так, что у нас там затягивается? Где? Где? Больше я ничего не умею рисовать, на самом деле. А, еще тут одна черта была. Вот так что рисую я плохо. Так, ну, пятый у нас что? На сервере теперь у казахов одного нет. Ну, давайте по одному убегать, приходить. Завершать, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Боже, как же долго. Сейчас узнаем, что там. Ребята! Есть оригинал этой песни? О! Блин, я помню, это восьмидесятых песня. Блин, теперь я буду мучиться с названием этой песни. Кошмар, зачем ты спросил, чувак? Да, вон, в чате правильно пишет. У нашего свет... Так, у казаха одного отключили свет. Коседа побежал за генератором. Он в частном доме. О, боги мои. Ну, ясно. Ну, ждем. Ну, я думаю, это будет надолго. Да, правильно пишет. Статус-кво. Свет сделал такое. Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Особенно вот тот вот паренек, да, вот с белым вот отключил. Вообще, молодец. Да и вообще, вы все молодцы. Не, в натуре классно. Заебись. Четко. Получается у вас здесь видение. Умеете. Помогете просто. Короче, я думаю, минут десять у нас будет пауза, друзья. Как бы всем интересно, через сколько, но... Тишина убивает. А я причем? Ладно, давайте я врублю музыку. Тоже пятиминутный перерыв. Насколько это затянется, не знаю, но сразу вас оповещу. Пока посидим, отдохнем, подождем второй половины. Я думаю, что пять-десять минут здесь будет достаточно для разрешения проблем со светом. Ну, либо... Либо будем что-то решать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ